Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин падает. 300 биткоинов в минуту продается на Binance, но эти объемы быстро откупают, поэтому биткоин восстанавливается. Сделаем в этом видео теханализ биткоина, покажу вам свой торговый аккаунт на примерно 630 тысяч долларов, и также сделаем теханализ эфира. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Также почитаем ваши комментарии, потому что вчера их было очень много. Это рынок, который прошел вниз этим утром, с этим падением биткоина. XRP минус 4%, Solana минус 4%, Ethereum тоже, Dogecoin минус 2,5%, биткоин 59100 долларов. И я хочу показать вам, кстати, биткоины на Binance, на споте. Там минутный чарт, смотрите. И почему упал биткоин? Потому что пошли продажи. Красные свечи, смотрите. 325 биткоинов в продаже. Вот почему биткоин вниз полетел. Продают биткоин, сливают. Там было в 6 утра. 325 биткоинов. Затем 219 биткоинов. 200 биткоинов. Затем откупали биткоин. И затем еще 280 биткоинов в продаже. И затем снова аккумуляция. Ну давайте перейдем теперь на недельный. Неделя закроется через 7 минут. И это бычья свеча сформировалась. На недельном графике. 7 минут еще до закрытия этой свечи. Хорошие торговые объемы были на прошлой неделе. Стохастик направлен вверх. Крипто-гуру-бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Этого бота вы можете получить на моих курсах по крипто-трейдингу. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу, и пока что сигнала на покупку не было. Но опять же, до закрытия этой свечи остается 7 минут. Биткоин все еще в бычьем флаге. Все еще большая чашка с ручкой. И моя цель по этим фигурам где-то там вверху. Это на другой график нужно переключиться. На байбит перейдем на недельку. 105 тысяч долларов у меня цель. Поэтому бычьему флагу и чашке с ручкой. Может и выше еще пойдет. Опускаемся на дневной. Большой нисходящий клин, о котором я говорил раньше. Отлично отработал. Давление, давление вверх вышли. И тут цель 64 тысячи. Но биткоин встретил сопротивление на 60 тысяч долларов. И сейчас я вижу, что начинает формироваться канал. Здесь примерно 65 тысяч. Большое сопротивление. И внизу где-то примерно 52, 53. Хорошая поддержка у биткоина. Где-то примерно на 53. Поддержка. Давайте это уберем. И проведем трендовую линию. А также я бы сказал, что у нас формируется паттерн на самом деле. Давайте уберем уже этот нисходящий клин. Потому что он уже отработал. И посмотрим, что новое формируется. Вау. Огромный теперь нисходящий клин формируется на биткоине. Хочет биткоин выйти вверх из этого клина. Или нет? Два касания по этой линии. Да. Интересно. Вот она поддержка, я бы сказал. Поэтому вот так нужно рисовать. Это не нисходящий клин. Это нисходящий треугольник. Ребята. Может встретить сопротивление биткоина. Откатиться. Внутри давление, давление, давление. И вверх выходим. На расстояние, которое можно измерить по основанию. А что это за расстояние? Смотрим. 75 тысяч долларов. Теперь вопрос, выйдет ли биткоин прямо сейчас. Из треугольника, либо же вниз пойдет на 52. Если пойдет вниз на 52, то тогда, конечно, будет плохо для рынка. Потому что будет много паники. Конечно, и моя сделка попадет под раздачу. Там позиция на 400 тысяч. Пока что я в профите. Лучше бы, если бы биткоин пошел на 72. Но выйдет ли он сейчас. Либо же пойдет все-таки вниз биткоин. И там уже от 52 тысячи будет разворот. Давайте на 4-х часовом поищем ответ. Вчера я давал торговую идею. Более рискованную она закрылась по стоп-лоссу. Только что вот буквально активировалась. Но биткоин прошел ниже. На этой распродаже. 300 битков в минуту сливали. Стоп-лосс я ставил на 58.745. А биткоин опустился на 58.652. Но если бы стоп-лосс поставить чуть ниже, то тогда хороший был бы отскок. И уже была бы прибыль. Может быть вы и поставили стоп-лосс у себя там чуть пониже. Также я все еще вижу на графике перевернутую голову и плечи. Плечом. Голова. Плечом. Поэтому все еще биткоин может вверх выйти. С текущих уровней. Также здесь восходящий. Что-то формируется восходящее. По-любому. А что именно? Восходящий канал. Да я бы не сказал, что это восходящий клин. Это просто похоже на канал. Восходящий. Поэтому для меня цель 72 тысячи. Безопасный вариант зайти в биткоин. Это на уровне поддержки. На 56 тысяч. Это безопасный вариант. Заскочить в биточек. Где-то вот здесь. 56265. Стоп-лосс на 55478. Тейк профит на 105 тысяч долларов. Риск 786 долларов. Заработать можно 49 тысяч. А такую сделку можно открыть. 56265. Стоп-лосс 55478. Тейк профит на 105 тысяч. Хорошо откупают биткоин на этой распродаже. Если биткоин выйдет вверх прямо сейчас, это было бы, конечно, хорошо. Здесь тогда можно подобрать его, попробовать. На случай этого прорыва. Тоже поставить практически ту же самую сделку. Но она довольно рискованная. Высокие шансы того, что сработает стоп-лосс. Но если, конечно, биточек вверх полетит, то тогда будет круто. Так будет выход из этого нисходящего треугольника. Идеальный будет вход тогда. 58671. Стоп-лосс 58297. Это более рискованный вариант. Более безопасно изойти на 56152. Вот две такие торговые идеи. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Используйте эту ссылочку. Если вы теряете деньги на других биржах, беспокоитесь насчет безопасности, то переходите на Bybit 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом аккаунте Bybit. 628 300 долларов. Смотрите, какое падение на битке. А это мои сделки на биткоине. Там я продал биткоин по 65 тысяч. А тут купил по 52. 54 брал и так далее. И теперь биткоин 59. И прибыль по этой сделке пока что 12 900 долларов. Размер позиции 430 тысяч. В какой-то момент мне даже капало за удержание этой позиции по фандингу. Но теперь я чуток плачу, потому что фандинг позитивный. Разбивочка по балансу. Биткоин 18%, USDT 31. Доджкоин 19%, MCRT 13. Юнис воп 8, эфириум 6%. Теперь давайте сделаем теханализ эфира. И затем доджкоина. Эфириум 2319 долларов. Вау. Смотрите, это активировалась моя торговая идея. Шикардосик. Всех поздравляю, кто зашел. Ну это, конечно... Да посмотрите же. Потрясно. Смотрите, опустился буквально на цену активации. И затем пошел вверх. Уже зарабатываете на этой сделке. Ну смотрите, прям идеально. Ровно так, как я и предсказывал. Мы ставили заявку на 2283 доллара. Эфириум опустился на 2281. Два доллара разницы. И затем эфириум отскочило. Вы уже плюс получаете. Теперь давайте на недельный перейдем. Трендовая линия. Мы ставили на трендовую линию. Эту торговую идею. Посмотрим, удержится ли эфириум или нет. Пойдет ли он вверх в итоге сегодня. Эту торговую идею, в принципе, можно и оставить пока. Это 2283 вход, 2200 стоп-лоссы, 4700 тейк-профит. Но если эфир пробьет эту трендовую, то это будет нехорошо. Потому что там давно уже тянется трендовая линия. Еще с 23-го года. Если пробьет ее, то уровень поддержки уже находится здесь, на 2000. Сложно будет ему, конечно, пробить 2000 долларов. Потому что на ETF торгуется эфириум и так далее. Но вчера торговая идея сработала прекрасно. Теперь давайте посмотрим на Додж Коин. Или нет, давайте почитаем ваши комментарии. А потом уже Додж Коин. Много вчера было комментариев, много вопросов. И посмотрите, сколько накидали. Америка. Привет, Америка. Привет, Джеймс Гуру. 100 тысяч долларов для биткоина. На этом мини был ранее. 200 тысяч в следующем году. Примерно в октябре. Да, в октябре 25-го года. На мой взгляд, это будет вершина рынка уже. Привет, Гуру. Ты красавчик. Я смотрю твои видео каждый день. Если не трудно, посмотри, пожалуйста, на Нод Коин. Я бы хотел узнать мнение лучшего трейдера в мире. Привет из солнечной Армении. Нод Коин, на мой взгляд, это мем-коин. С которым, скорее всего, нужно быть осторожным. Я много не знаю о Нод Коине, но вам нужно проводить свои исследования. Будьте осторожны. Привет, Джеймс. Не переигрывай с заголовками. А так-то, в принципе, все нормально. Но, ребята, там законы жанра. Если заголовок ни о чем, то и результаты такие. А если провокационный, то кликнут и посмотрят. Привет, Джеймс. Что ты думаешь, MCRT залистит на Коинбейс? Я ранний инвестор в этом проекте. Не продаю свои токены MCRT. Это будет топ-проект. В топ-10 зайдет по капитализации. Что ты думаешь о заседании комитета? Нужно ли продавать на новостях? Или это будет массивный памп? Это сложно предсказать, конечно. Да потому что в прошлый раз рынок упал на понижение процентной ставки. Когда понижается ставка, то кредитные деньги становятся дешевле. И людям будет легче инвестировать. Поэтому, на мой взгляд, на понижение ставки рынок позитивно должен отреагировать. Привет, Джеймс. Сделай, пожалуйста, еще раз теханализ Теслы. Хорошая работа, лучший канал. Привет из-за... откуда? Германия? Ну хорошо. Давайте сделаем теханализ Теслы и доджкоина. Тесла 230 долларов. Тесла вверх будет выходить. У меня цель по Тесла 578 долларов. Это симметричный треугольник. Внутри давление, давление, давление. И вверх выходим на расстояние, которое можно измерить по основанию. Цель 578 долларов. Тесла будет шикарный буллран. Пристегнитесь. Стохастик направлен вверх. Объемы заходят. Уже приготовилась на низком старте Тесла. В октябрь будем заходить. Где-то примерно 10 октября. Илон Маск даст финансовый отчет. И анонс автономных такси. И это отправит Теслу на Луну. Я не думаю уже, что будет коррекция на Тесла. Я думаю, что прямо сейчас будет вверх выходить. Прямо уже вот-вот. Не пропустите этот движ. Еще раз напоминаю про полезные ссылки. На Bybit получайте бонус. На криптокурсах учитесь. В Телеграме общайтесь с другими трейдерами. Сейчас в Телеграме 149 трейдеров онлайна. Что-то про Оскара. Но снова на него покушались. Почти уже убили Трампа. Вообще, Трампа нужно, конечно, беречь. Смотрите, тут трейдеры обсуждают что-то. И это один из самых лучших чатов вообще во всем мире. Да нигде вообще вы не найдете такого чата. Постоянный мониторинг. Борьба со скамом. Так что присоединяйтесь. Подпишитесь также на мой твиттер. 91 200 фолловеров. Это мое вчерашнее видео. 280 биткоинов в минуту продается. Их откупают. На Байненс, на Споте. Это примерно полчаса назад я затветил. Айкидо. Поток энергии. Изучайте Айкидо. Комиссия по ценным бумагам в фондовом рынке. Мы потратили сотни миллионов денег налогоплательщиков, преследуя американские компании. И называя их криптоценной бумагой. И потом, сектаки, мы извиняемся за недоразумение. Мы вообще даже никогда и не думали. Называть криптоактивы ценной бумагой. Это политика Байдена и Харрис. Байден и Харрис. Разрушают криптовалютную индустрию в Соединенных Штатах. И вообще я, короче, выступаю за Трампа. Топлю прям за него. Потому что он за свободу и он за крипту. Многие компании криптовалютные закрываются в Соединенных Штатах. Или их преследуют. Это все из-за Байдена и Харрис. Вот из-за них. Поэтому я топлю за Трампа. Потому что он за крипту. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Смотрите мои видосы. Я делюсь своим опытом трейдинга. У меня реальный аккаунт, который я показываю на 630 тысяч. Я хочу, чтобы вы увидели. И чтобы вы учились на моих уроках, на моих ошибках. Чтобы вы сами на эти ошибки денег своих не тратили. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.